Всех приветствую на моем канале Танита Рот. Тема расклада будет любовная, плюс вариант будет только один, поэтому можете не париться, не выбирать каких-то там перышек, колод, камешек. Тема расклада будет ли встреча, если будет как она пройдет, ну и такое подобное. Смотрите, есть ли сигнификация вам не резонирует? Выключайте, смотрите другую раскладу. А вообще, если вам прям очень хочется меня послушать, просто меня слушайте, но сильно на себя не натягивайте информации. Так, почему я эту колоду взяла? Ну ладно, значит это. Итак, будет ли встреча? Впервые делаю разгад на один вариант. Аж как-то неприятно, непривычно. Нет, приятно. В принципе, приятно. Так, будет ли встреча? Начинаю жриться. Так, это что, ответ? Перекрыт-закрыт или что это? От мужчины зависит, будет ли встреча. Женщина здесь может быть старым. Боже мой, мы что, у нее все-то с даром собрались. Мужчина сидит, думает. Мы очень жестко так настроен. Страшно, страшно мужчине. Луна выпала, страшно. Что еще? Вообще, путь открыт. Это кто говорит? Вам ангелы-хранители дают, да? Ну что-то типа этого. Какая-то сущность, которая вам подсвечивает дорогу жизни. Если смотрит мужчина, берете так информацию, если смотрит женщина, то будет ли встреча с этим партнером, да? Ему дорога подсвечена. Ну, ему достаточно страшно. Достаточно... Не то, чтобы негативно настроен. Здесь какое-то такое вот... застойное состояние. Как будто давненько это уже происходит, что... Тони не буду. А может, буду? Тони подожду. А, уже поздно. Наверное, не стоит. Вот что-то такое. Перемалывание в голове. Башня. Ну, понятно. Понятно, что здесь не все так слегка и слабо было. Страхи, страхи, страхи. Что... Что так страшно? Император. Мужчине страшно быть императором? У меня других вариантов нет. Страшно идти в отношения. Десятка пентаклей. Страшно что-то создавать. Для мужчины это... Ну, вот сказать... Как бы передать. Вот был определенный вид... Уровень развития отношений у мужчины. А с вами надо по-другому. А с вами надо... Не так, как он привык. И ему это страшно. А привык он, наверное... Более к легким, не сильно принужденным отношениям. Ковыряется в себе. Перемалывает. Вообще. А негатива сколько в голову накидывает. Здесь вот прям пришел на расклад... Вот какой-то энерго... Тут не про поток. Здесь какая-то и не сущность. Ну, в основном сущность это более такое негативное, да. Но здесь какая-то светлая сущность, которая передает... Вот, ну вот, я пришла к тебе, чтобы ты ему передала... То все хорошо. Что не нужно бояться. Что... Ну, тут в образе мужчины вот эти вот действия к вам, да. Они какие-то слишком нахрапистые, что ли. Ну, вот он перемалывает в голове, как будто... Ну, надо не так, надо помягче, да. А вот... Вот этот вот... Ну, будем называть ангел-хранитель. Ладно, уже пошел такой поток. Он говорит, нет, на самом деле так надо, так правильно. Ты не видишь, ты не понимаешь, ты... Ковыряешься не там, где надо. Разбитое сердце. На самом деле все может быть прекрасно с этой женщиной, да. Сам загоня... Мужчина сам себя загоняет в такой вот страх, в такой элемент не агрессии, а какого-то... Горит внутри, вот любой элемент, маленький момент, вот какого-то классного, он накидает туда целую уйму негатива. На что-то одно хорошее, накидает такую гору, что это хорошее просто нужно похоронить заживо. Девушки, родные мои, скажите, пожалуйста, почему вы такого мужчину считаете королем Пентакли? Почему вы такого мнительного, такого самокопательного, самоуничтожительного считаете королем Пентакли? Почему? Простите, мужчины, но как идет, так идет. Информация есть информация. Здесь идет образ знаний, книга, образ знаний и опять же вот этот вот ангел, ангел-хранитель, который пришел к вам на связь, чтобы вытащить вас из состояния разбитого. Посмотрите, какие вы. У вас там не слезы, а просто кровь из глаз. И вы сами себя заковыряли туда. А вам-то поверить свои силы. Вот у вас есть силы, да? А вы их просто хороните. Ну и смысл сидеть и ждать. Смысл. Девочки, это вам. Зачем вам сидеть и ждать такого человека? Так, ладно. Тема расклада. Будет ли встреча? Боже мой, куда я полезла? Сигнификация. Если вам подошла она... Простите, да? Если она вам подошла, смотрите дальше. Вот это сигнификация. Вот это я просто в шоке. Потянула. Потащила. Вот поток с меня прикалывается, да? Так, ладно. Будет ли встреча? И что должно произойти? Вот смотрите, здесь два процесса. Состояние самомучения, самокопания, самобичевания, да? Мужчины. И второе состояние. Что здесь, Паша? Да, Паша Жезлов. То есть энергия на действие, движение вперед. С одной стороны, есть фрагмент, что встреча вообще не произойдет. И есть очень большой процент, что встреча будет. Но что-то должно между этим произойти. Сейчас посмотрим, что... Должно у мужчины появиться желание на действие. Тут такая вот, знаете, нотка агрессии. Да сколько ж можно? Сколько я буду себя ковырять? Да пошел я и попробую. Вот такое вот состояние у мужчины должно произойти перед тем, как произойдет встреча. Ну большой процент встреч, я бы сказала. За вами подглядывает, дорогие дамы. За вами реально подглядывает, интересуется вами. Ну почему-то мужчина агрессии у меня на вас настроен. Это этот мужчина или другой мужчина? Тот, кто за вами подглядывает, считает, что у вас есть партнер и у вас есть отношения. Вот так вот транслируйте. Вот так вот транслируйте, да? Там в инстаграме фоточки выкладываете там где-то. Веселитесь, да? Да, девочки. Ну вы же сами дразните за человека. Вот поэтому и встреча-то нет у вас с ним. Потому что дразните, дразните. Он думает, что у вас есть партнер. Вот так вот. Для него это такая жесть. Он просто готов разбить семью нормально? Или хотел... А, здесь про хотелось бы, чтобы произошла размолка. Если у кого-то есть партнер, ему хотелось бы, чтобы произошла размолка. А если у кого нету и он просто, типа, думает, что есть отношения, он бы очень хотел, чтобы этих отношений не было. Прикольно тут так вообще, чтобы у него дороги открылись, путь вперед. Потому что ждет он уже достаточно долго. Угу. Подвешенный. Ну, 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 какой тут вообще. Ну и чё? Встреча-то будет. Вообще много тут чего надо сделать. Хотя у кого-то это может быть вот так. Типа, надумал за пять минут, хопа, взял, позвонил, встреча произошла. А у кого-то, может быть, и месяцами. Ну, здесь такое дело, да? Ну, если у кого-то реально есть партнер, и вы в отношениях, тут больше прям месяцами. Так, что здесь еще? Знаете, что он еще думает? Он сидит, ковыряется в голове у себя и простраивает моменты, что прекрасного развития событий этой встречи быть не может. То есть он только кинул себе в голову, что может быть прекрасное свидание. И тут сразу же девятка мечей, тройка мечей, сердце разбитость, питание, переживание, ковыряние. Вот это у вас мнительный там мужчина. Вот это вы кого-то загадали. Ну, вас он считает кубковой королевой и еще и пентаклевой королевой и звездой. Спросила, кто вы для него. Кубковая, пентаклевая и еще и звезда. То есть у вас сочетается прекрасное состояние чувственного аспекта. Вы раскрываетесь по-разному. Плюс пентаклевая королева это про комфорт, уют. Такое вот, вы состоите блаженное состояние рядом с собой, да? Ну, и он считает, что он вас не достоин. Он всецело не достоин. Ну, может и так, конечно. Но хочется проявиться, проявиться, хочется. Так, ладно. Для тех, у кого реально произойдет встреча, как она пройдет? Микрофон. Как пройдет встреча? Будет страшно. Ну, здесь чувство мужчины расписывается. Будет очень страшно. Но он готов вложиться в эту встречу. Достаточно сложно идти на эту встречу. Страшно опростоволоситься перед дамой вам. Так страшно. Опять карта страха. Да что ж такое-то, а? Ну, и что дальше? Ну, смотрите. Для мужчин это прям такое крутое испытание. Здесь карта смерть, перерождение, трансформация идет. То есть, если мужчина пройдет это испытание, что здесь будет? Он войдет в состояние короля чаш. И вот. Вот вам, пожалуйста, рядышком возле королевы чаш. И что, вверху нажиться? А дальше я ничего не расскажу. То есть, ага. Если человек не проходит испытание, то ничего. Если проходит, то становится в позицию короля чаш. Рядышком со своей королевой, да? Но дальше они не хотят рассказывать информацию. Ладно. Ну, я так понимаю, здесь должен проявиться все-таки мужчина. Потому что здесь очень много ковыряния в голове. Что у дамы? Ну, видит девушки, вы видите мужчину достаточно королем. Пентаклевым. Вам здесь не столь важно. Вы видите его все-таки, да? И что ему бы пора уже прийти. Здесь колесница. Потом дьявол. Вы тянетесь к этому человеку. Вам хочется общаться. Хочется внимания человека. Вы сидите в отшельнике. Потому что не хотите. Интересно. Короче, дамы сидят в отшельниках, потому что не хотят разборок отношений. Прикольно. То есть, да, вам не страшно. Страшно мужчинам. При этом мужчины понимают, что могут быть разборки отношений. Выяснения обстоятельств, да? А дамы сидят в отшельниках, потому что не хотят разбираться. А почему не хотят разбираться? Я вам почему? С чем связано? А они-то что? Короче, смотрите. Они считают, что будет справедливо оставить человека в покое, чтобы тот вошел в состояние баланса и если захотел, пришел сам. Какие умные дамы, да? Ну, тут видно, что здесь испытания для мужчины и в голове, и на физике вообще, в принципе. Дамы сидят и ждут. Некоторые, а некоторые реально нашли мага. Здесь конкретно две ситуации. Кто-то реально в отношениях, а кто-то сидит и ждет. Сидит и ждет этого перепуганного парня. Простите. Так, ладно. Мужчины, вам совет. Терзайте. Вот. Идите, действуйте. Девушки. Кто в отношениях? Вы просто ради интереса смотрите на бывшего. Молодцы. Так что сдавался, потому что сейчас у вас какой-то прям конкретный маг. Не знаю, насколько это вам хорошо. Насколько вам хорошо. Да, у вас тут двойка кубков, да? Те, которые ждут. Так. Давайте посмотрим для тех, которые ждут. Мне интересно. Встреча будет? Ну, честно, блин, здесь такая история прям вообще. Встреча будет? Дурак. Мечтучей. Императрица. Ага. И что еще? Солнце. Ну, вероятнее всего, что будет император. Императрица и император будет. Встреча для тех, и еще и двойка кубков. Ну, прекрасно. Для тех, кто ждет. Девушки, которые ждут. Реально ждут. Ждуняшки мои прекрасные. Встреча будет. Для тех, которые в отношениях. Что у вас? Ждать вам его или не ждать? Да! Не ждите. У вас уже есть отношения. У вас все прекрасно. И колесо фортуны. И вы работаете над своими отношениями. Все нормально, девочки. Все прекрасно. Все супер. Молодцы. Вот, наверное, правильный выбор сделали. Ну, те, которые ждут. У них, конечно, хорошая перспектива. Ну, я не знаю, когда он там насмелится. Когда он там надумает. Здесь достаточно сложная ситуация. Именно в голове у человека. Сам себя закидал какими-то негативными аспектами. Тут уже, блин, ангел-хранитель пришел. И показывает, доказывает. Смотри, вот есть классный вариант. Еще чего-то, еще чего-то. Ну, я не знаю насчет прям... Так, ладно. Не буду накидывать своих личных каких-то. Был поток. Все, что сказала, я сказала. Кому надо, пересматривайте. Кому нужен личный расклад. Кто не совсем разобрался. Все-таки ждать или не ждать, да? Обращайтесь. В описании под видео будут мои контактные данные. А на этом все. Я желаю вам прекрасного будущего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok